Всем привет-привет! Мы уже встали, позавтракали, и сейчас я буду убираться. Блин, так неудобно я камеру поставила. Как бы так сесть, чтобы было удобно. Скоро к нам приедут уже друзья, и я хочу поубираться. Ну, знаете, так, буквально поверхности. Вверх у меня гладильная доска стоит, полная, с вещами надо вещи разобрать. Плюс, ну, в общем, так, чуть-чуть поубирать. Я сам процесс снимать не буду, потому что это будет очень долго. Я просто буду показывать, не знаю, до и после. Но я не претендую на какой-то идеальный порядок, просто хочется там вот этот кусочек. Надо там пыль протереть, что-то отнести, ну, в общем, по местам разложить все вещи, да и все. Димон уже ждет мальчиков, ему очень нравится с ними играться, а им у нас нравится играться. У нас куча игрушек. И они когда приезжают, все, у меня такой погром становится в комнате, но я кусочек 100% сниму. Потому что такое надо запомнить. У меня Дима никогда игрушки... Ну, как? Нет. Он, конечно, раскидывает, но не в таком количестве. Если сравнить, как они играются и как Дима раскидывает, то, в принципе, у меня Дима очень даже аккуратный мальчик. Ну, понятно, их много, им все интересно, и они, естественно, всем сразу играются. Ладенька, буду я начинать, чтобы успеть. Короче, я ничего не снимала. То, что я убирала, я все это сделала по-быстренькому, и все. Плюс мы еще попугаев выпускали, поэтому времени снимать уборку у меня вообще не было. А вообще, вообще, знаете, что такая веселая? Знаете чего? У нас... Вот я, кстати, ныла недавно, что больше нету дискотеки 90-х. Но будет дискотека 2000-х, и я в следующие выходные иду. И Денис, мой зайчик, котик любимый, отпускает меня. Мне нравится, я тебя отпускаю. Ты отпускаешь меня. А он сказал, ну, хочешь, иди. Ну, если хочу, конечно, что спрашивать? Можно сразу у меня деньгами кидаться и говорить, иди, иди, иди. Мне нравится слово кидаться деньгами. А здесь все свои. Нет, я свои собираю. Мои это мои, правильно? Мои это общее. Ты же хочешь... А, нормально. Ты же хочешь на дискотеку? Очень хорошо. Это твои личные нужды. Нет. Это мой досуг. У тебя досуг работа, а у меня досуга нет. Хороший досуг работа. Ты когда будешь одеваться? Зачем? Ну, как это? В гости придут, а ты ходишь тут и так. Так я так и могу ходить. Ты что, гусь? Кого я стесняю? Сережа? Не, ну, строители, знаете, у них обычно они друг друга жопы видели. Нет. Больше, чем свои. Не, ну я в том смысле, что они вечно входят в таких штанах, потом приседают, и тут же вы видно. У тебя нет таких штанах? Нет. Еще у меня насморк, блин, так напрягает. Вот здесь прям болит. Начался кашель. Но у меня такое крутое настроение, я прям... Я не знаю, я бы очень хотела бы там все получше поснимать, но когда ты отдыхаешь, во-первых, не очень удобно снимать, во-вторых, мне и так кинулежало бы на нарушении, запретили меня показывать в Дании. В общем, была куча проблем после этого фестиваля. Ну, как это не особо-то проблема, но не хотелось бы получать жалобы. Ну, оно ничего не влияет на статистику канала, но, тем не менее, все равно. Посмотрим, может, даже что-то и получится снять. А сейчас будем пить кофе. Дима уже ждет, не дождется, когда же придут друзья. А еще будем сегодня жарить мясо, да? Ну, по идее. Сейчас погода портится, но, возможно, будем жарить во дворе. Они тогда на Новый год жарили. Может быть, и сегодня посмотрим. Они вообще нас звали на динозавров. А ладно, я-то вчера рассказывала, но кто не понял. Но мы на них не пошли, потому что мы там были. Круто, прикольно, но идти еще раз не очень хочется. Я прям ходила такая грустная, расстроенная вообще. И тут я захожу в Инстаграм и езжу рекламу, и пишу своей подруженьке. Идем, а она мне, да, идем. Короче. У меня очень хорошее настроение. Как теперь дожить до выходных? Муж уехал в командиру. Ну, ничего, у меня есть сестричка, любимая моя. Я нельзя оставлю. Чего, чего? Дима ляжет спать. Я все равно иду ночью и вернусь ночью. Дима, можно спать положить, да и все. Маша, она должна положить? Ну, иду позже, положу я. Ладно. Все равно это круто. Ты ж не сомневаетесь, что это. Не то, что мне вот так... Не, ну как не то, что мне нравятся, конечно, вот такие там тусовки. Раньше я и клубы любила, но клубы это не то. Там, знаете, все такие на пафосе, все... Короче, фу. Мне очень нравится. А там именно такая атмосфера, что там все равно. Ты не смотришь ни на кого. Ты просто поешь песни, танцуешь, прыгаешь. И это совершенно другое. Это не сравнить ни с одним клубом. И вообще я пришла к выводу. Если ваша вечеринка не похожа на эту, можно меня даже назвать. Пошли. Димка сейчас будет обедать. Время у нас сколько, сколько? Почти полдвенадцать. Пол первого. Пол первого. И надо его укладывать спать. Они, в принципе, тоже детей своих укладывают. Но не знаю, будут укладывать или нет. А Диму укладывать надо. Дима, а что ты там делаешь? Прячься. А что ты там сидишь? Ну? Дим? Что ты там делаешь? Колобочек. Что ты там делаешь? А? Кто здесь такое бардучело устроил, а? Мама тут ходила, убиралась. Ты бы была чиста. И на тебе. На тебе. Ты что дерешься? Я не поняла. Это мне тоже. У меня кофе, Дим. Попугайчика вынесли сюда, но как-то он не очень рад. Почему-то он особо не поет. Да, Атошенька? Ты особо не поешь? Чего? Туда погода у нас вообще так пасмурно-пасмурно. И вон. Сонная птичка. Ты что делаешь, а? Ты что делаешь? Что за драки? Что за драки? Я не поняла. Я сейчас тоже буду с тобой драться. Ты что, драчун? Ой, ты мама обижалась. Тебе ноги из кирпичов, наверное. Из кирпичов. А знаешь, как мне больно? Перестань. У меня там мышцы. Я сейчас так напрягу, и все, и ногу об меня сломаешь. А там тоже. Там тоже не переживай. У меня ноги, как у кентавра. И все. Мышца. Драчун. Ох ты, драчун. Ох ты, драчун. Мне, конечно, по-прежнему некомфортно снимать при знакомых. Но так, фрагментики я поснимаю. Они вроде не против, они, в принципе, не спрашивают, как там канал и тому подобное. Поэтому будет так. У нас уже следующий день. Друзья наши уехали. Короче, я так ничего и не поснимала. Мы пришли домой где-то в полдевятого. И пока мы салатик приготовили, сели кушать, детей положили. В общем, как-то так посидели. Катя ушла пораньше спать. Но она всегда рано ложится спать. Не знаю, наверное, где-то в полодиннадцатого она уже ушла. Я, наверное, в часа два ушла. Ну, а мальчики сидели до пяти утра. Мальчики беседовали. Ой, капец. Это, знаете, стройка головного мозга. Просто они говорят только о работе. Работа, работа, работа. И вроде как бы хорошо. Но с другой стороны, все равно нужно от работы абстрагироваться и как-то переключаться на другие темы. Потому что так и с ума можно сойти. Мне кажется, им стройка и по ночам снится. Да? Да. Да. Построен. А сейчас они уехали, потому что им там нужно на тренировку в обед на карате. Поэтому они уже поехали. Кажется, они очень хорошо чувствуют, но я думаю, они доедут нормально. Это не есть хорошо, так рано ехать. Я бы так, конечно, Дениса не пустила бы сто процентов на машине. Такое. Ну, ладно. Чего я включилась? У меня сегодня будет влог за два дня. Потому что вчера, ну, как-то так поснимала и... Такое. Ни о чем. Хочу показать, что я себе заказала. Я уже сходила на почту, забрала. И, блин, такая прикольная штука. Короче, это блокнот. Покажу специально. Знаешь, как назвать? Твоя продуктивность. И единственная проблема. Я хотела заказать на русском. Я ничего против украинского языка не имею. Но конкретно вот заполнять бы мне бы хотелось именно, чтобы там было все на русском. Но, увы, у меня почему-то не спросили. За цвет уточнили, а за язык не уточнили. Ну, и ладно. Украинский так украинский. И, в общем, такой прикольный блокнотик. Здесь система планирования. В общем, как... Ну, вообще, как сделать план. Да? Как улучшить свою жизнь. Как правильно его заполнять. Вот тут все показывается. Ну, очень классный. И в инстаграме, в общем, оно в рекламе выскочило. Я посмотрела и решила заказать. Стоил он недорого. Он стоил 370 гривен. Но я смотрю, у них часто то они дешевле делают, то дороже. И, в общем, 370 это самая маленькая цена. А так я видела и по 400, и по 600. Короче, тут он идет на 6 месяцев. Мы пишем свою цель. Разбиваем ее на микроцели. Тут еще есть какие-то, хочешь, привычки. Опять же, заметки. Вначале идет план на неделю. А еще мне, кстати, нравится, что тут я вдячна сегодня за... Что каждый день писать, за что я сегодня благодарен. Потому что бывают дни такие... Ну, вот у меня последнее время вообще... Ну, просто мне грустно все время от того, что у меня не получается то, что я хочу. И вот я все, что напланировала, оно не получилось, и я грустная потом. И тебе кажется, ой, какой день плохой. Но на самом деле в каждом дне есть что-то хорошее. И нужно это замечать. И прям, если, кажется, ничего нету, нужно найти. Потому что хорошее может быть все, что угодно. И здесь как раз есть эта глава. Мне вообще нравятся... Я видела такие на 3 года, по-моему, такие блокнотики маленькие. Там, где ты пишешь каждый день, за что ты благодарен. И потом через год ты на той же страничке. Ладно, это очень тяжело объяснять, у меня такого нет. И я не видела, что ты его где-то у нас купишь. Ну, и так тут на каждый день. В конце здесь есть оценка продуктивности. Насколько ты себя оцениваешь именно в этот день. Главное быть не сильно самокритичной. А то у меня будет 2-3. И вот. Я вдячна сегодня за... Короче, прикольный такой. Тут еще всякие выноски с разных книг есть. Разные мотивационные фразочки. Я думаю, когда я начну его заполнять, я, наверное, поделюсь, как у меня получается или нет. Помогает он мне в чем-то или нет. Но я хочу его заполнять каждый день. Сегодня не буду, начну завтра. Хотя нет, нужно начинать сегодня. Но я знаю, что сегодня я буду непродуктивна. У меня сегодня планов никаких. Сейчас пообедать, скушить мороженое и лечь спать в обед. Все. Все мои планы на сегодня. Кび erst. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok